здравствуйте мои дорогие и любимые зрители с вами как всегда я мария великотная и сегодня я продолжаю рассказ о нарядах в стиле боха буду демонстрировать их с использованием украшений из натуральных камней не знаю как у вас но у меня совершенно не хватает коробочек в чем я только не храню свои украшения и в разнообразных шкатулках коробочках даже в пиалах привезенных из вьетнама моими родителями в 60-х годах перед вами один из самых интересных и любви и любимых мной бус из унакита они мне напоминают яблами высад из-за характерных травянистых зеленого и розового цветов и это неудивительно ведь унакит состоит из розового полевого шпата зеленого эпидота и кварца где-то я прочла что он является разновидностью яшмы но на самом деле это очень редко разновидность гранита унакин унакит имеет еще одно название эпидоид или эпидоид вот точно не знаю где ударение ставят чтобы создать образ русской красавицы в стиле боха я решила использовать несколько ниток бус и естественно я добавила к унакиту зеленый малахит и розовый нитку кораллов то есть цвета которые уже есть в унаките и которые между собой будут очень хорошо смотреться и мне вот это вот сочетание эти бусы безумно нравится не считаю что это очень красивые бусы но естественно к ним я подобрала и браслеты у меня есть браслет и из малахита и из розового из розовых кораллов и серебряный браслет а также кольца и для того чтобы выбрать кольца я обратилась к своей волшебной коробочки в которой храню наиболее красивые кольца и естественно у меня вот там маленький кольцо из малахита я подобрала ну и другие кольца знаменитый индийский огурец его еще называют пейсли как узор сейчас переживает новый виток популярности на его основе уже многие известные марки успели разработать и выпустить пользующиеся большим спросом бренды одежды 70-х годах пейсли стал атрибутом хиппи благодаря знаменитой группе битлз которые привезли из своего знаменитого путешествия восточный колорит в россию восточный огурец попал в 18 веке и постепенно принял национальный колорит его часто используют в ивановских шалях платках и вот перед вами первый образ как вы видите три ряда бус и также три браслета из малахита серебряный браслет и из кораллов и точно также три кольца из малахита кораллов и серебра ну а вот это мой второй образ и здесь вы видите уже добавилась у меня моя меховая горжетка мой писец зеленый зеленоватый сероватый голубоватый вот мне кажется сюда он очень хорошо и подходит а вот я нахожусь концертном зале зарядье ну вот это мой вид и немножечко посмотрите на сам концертный зал и в свой третий образ я или лук я добавила шляпку стиль в зону под русский народный головной убор его автор дизайнер татьяна смирнова ну я думаю вы помните как осенью мы гуляли по арбату с подругой и я вам показывала ее мастерскую напишите пожалуйста понравились ли вам мои обуви на самом деле я конечно в таком виде не хожу по улице хожу когда иду или в театр или на концерт сейчас это в общем-то достаточно модно стало но опять же это на смелости на любителя до такой немножко смелый вид и вот еще один мой образ уже с бусами только из малахита я вам уже показывала как я их делала это вот вторую вязку она совершенно полностью распалась я ее собирала и вставила туда такие бусины металлические круглые для того чтобы отличаться потому чтобы отличалась не только по форме потому что здесь такие пластины горизонтальная а внизу бусы с шарами но и для того чтобы во первых перекликались верхние шарики с нижними но и также что было какое-то разнообразие по цвету где бы я не появлялась я всегда прозвожу в этом наряде фурор хочу сказать что в принципе здесь ничего такого дорогого нету кофты которые я уже говорила когда-то давно купила бусы какие-то мне подарили какие-то тоже остались давних времен ну вот можно очень хорошо выглядеть не тратя много денег самое главное ваши фантазии и ваши руки ну а я с вами прощаюсь мои дорогие мои любимые друзья до новой встречи скоро я иду в театр и я буду опять показывать вам свои образы как раз к театру до свидания